С основным докладом выступила ИО, начальника управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генеральной прокуратуры Ильяна Тарба. В частности, она рассказала о хищениях бюджетных средств за период с 2020 по 2022 год. Контрольная палата Республики Абхазия за период с 2020 года по 2022 год в органы прокуратуры на выявленные нарушения бюджетного, налогового и иного законодательства направлено 9 материалов для дачи правовой оценки. По результатам проверки фактов, отраженных в материалах контрольной палаты, Генеральная прокуратура Республики Абхазия возбуждена одно уголовное дело в отношении четырех граждан Республики Абхазия отказано в возбуждении уголовных дел в совершении преступлений по основанию, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24 ОПК Республики Абхазия за отсутствие в их действиях состава преступления. Также внесено 7 представлений соответствующих органов в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь. За отчетный период контрольно-ревизионного управления Минфина в Генпрокуратуру направлено три материала проверок. Возбуждение одного уголовного дела было отказано в связи со смертью подозреваемого. Остальные дела направлены на проверку в службу госбезопасности. В общей сложности выявлено налоговых нарушений на сумму 335 миллионов рублей. В большей степени выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов и земельного налога. За два года сотрудники Министерства по налогам и сборам Абхазии провели более 1800 проверок. Аналогично за период с 2020 года по 2022 год всего по республике, включая деятельность территориальных инспекций управления и отделами налогообложения физических лиц, были проведены 173 налоговые проверки. За указанный период были проведены совместные документальные проверки, в том числе с прокуратурой Галского и Очемчурского районов. Также хотелось бы отметить, что результаты комплексной документальной проверки МНС по городу Сухом нами были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазии для рассмотрения и принятия соответствующих правовых действий. Основная доля финансовых нарушений приходится на несоблюдение требований законов и нормативно-правовых актов республики, и на нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете, отметил начальник контроля ревизионного управления Минфина Гиви Хурхумал. Установлены по результатам нарушения недостатки несоблюдения требований трудового законодательства Республики Абхазия, связанные с отсутствием трудовых договоров с работниками, отсутствием трудовых книжек работников, не проводилась обязательная инвентаризация при смене материально ответственных лиц и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Следует особо отметить, что в области контроля за использованием государственной собственности было установлено систематическое несоблюдение постановления Кабинета Министра Республики Абхазия о порядке оформления разграничения государственной собственности и формировании реестра собственности. Постановление Кабинета Министра Республики Абхазия об утверждении положения о порядке сдачи государственного имущества в аренду, где на объекты республиканской собственности недвижимого имущества, находящиеся в ведении или пользовании объектами контроля, не представляли свидетельства о внесении в реестр государственной собственности и государственных актов на право владения или право постоянного пользования землей. Для устранения выявленных нарушений, как отметил Гиви Хурхумал, Министерство финансов принимает необходимые шаги, например, с помощью бюджетных мер принуждения, разрешенных законодательством. В целях взаимодействия и проведения анализа состояния законности в бюджетной сфере разновременно планировались и назначались контрольные мероприятия, по результатам которых направлялись материалы в органы государственной безопасности Республики Абхазия, в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия и в органы внутренних дел Республики Абхазия. Также следует отметить, что в целях совершенствования государственного финансового контроля Министерством финансов проводится работа по автоматизации всего комплекса контрольных процедур на всех этапах осуществления государственного финансового контроля. Начальник экспертно-аналитического отдела контрольной палаты Астамур Джинджоли рассказал, что за рассматриваемый период в Генеральную прокуратуру были отправлены материалы по результатам 11 контрольных мероприятий. Контрольная палата применяет следующие меры реагирования по выявленным нарушениям, направляет представления и предписания объектам контроля, а также в соответствии с законом об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса направляет финансовые органы уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Одна из основных существующих проблем – отсутствие закона, который обязывал бы налоговые службы направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, отметил, подводя итоги координационного совещания генпрокурор Абхазии Адгур Агрба. Одна из основных проблем, на мой взгляд, с которой мы сегодня столкнулись, то, что отчетливо видно, это то, что за вот эти последние годы, последующие годы и до этого по сложившейся практике акты и материалы, которые находятся в налоговой службе, они остаются у вас, там, где усматриваются признаки состава преступления. Это очень серьезный вопрос. Я также понял для себя, что нет нормы законодательства, которая регулирует, обязывает налоговую службу направлять эти материалы в правоохранительные органы, не только в прокуратуру, в правоохранительные органы в целом. Эту практику нужно менять. Мы в порядке надзора и в рамках проверки вполне можем обязать этих лиц, юридических лиц, производить уплату налогов. Адгур Агрба также отметил, что Генеральная прокуратура будет предлагать вносить соответствующие изменения в законодательство страны. На сегодняшний день генпрокурор предложил подписать межведомственное соглашение. Министерство по налогам и сборам с Генеральной прокуратурой, Министерство по налогам и сборам с Министерством внутренних дел, со Службой государственной безопасности и с другими соответствующими органами. Я думаю, что тем самым мы сможем дать абсолютно верную правовую оценку в отношении тех физ. и юр. лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Мы составим проект соглашения от каждого ведомства, включим представителей, которые будут, естественно, предлагать какие-то свои варианты, но соглашение должно быть. Адгур Агрба также предложил детально обсудить прозвучавшее ранее предложение о создании налогового кодекса. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.